У агрария Верхневолжья в разгаре летняя страда. Началась уборочная кампания. И важно, чтобы собранный урожай был не только качественный, но и безопасный. Мониторинг зерна нового урожая проводят специалисты Тверского филиала ФГБУ в НИИЗЖ. О том, как проходит исследование, расскажем в нашем следующем сюжете. Качество и безопасность зерна проверяют специалисты. Это лаборатория Тверского филиала ФГБУ в НИИЗЖ. Исследования проводят на качественные характеристики. Клейковина, влажность, а также зараженность зерна. Наша лаборатория аккредитована на проведение исследований всех показателей качества в зерне. И после регистрации пробы поступают к нам в отдел на исследование. С началом уборочной кампании начинается государственный мониторинг пшеницы. В этом году каждая партия должна пройти анализ и оценку потребительских свойств. Государственный мониторинг зерна проводится в соответствии с постановлением правительства. 176-м о государственном мониторинге зерна. Впервые государственный мониторинг зерна был произведен в 2022 году. Он охватывал пять культур. В этом году под госмониторинг зерна попали все виды пшеницы. Мягкой, твердой и в том числе озимой и яровой. Государственный мониторинг позволяет получить достоверные сведения о зерне в местах его выращивания. Результаты испытаний специалисты Тверского филиала вносят во ВГИС зерно для дальнейшего формирования сельхозпроизводителями электронного сопроводительного документа. После этого зерно может быть реализовано. Потребительские свойства зерна, в данном случае пшеницы, мы будем оценивать исключительно строго в соответствии с приказами Министерства сельского хозяйства 611-го. Будет утверждение перечня потребительских свойств зерна. На платной основе ФГБУ в НИЗЖ проводит все исследования зерна и оказывает помощь в оформлении декларации. А на кормовое зерно оформляется ветеринарное свидетельство.